Очень часто слышим мы с вами, друзья, вопрос о том, как правильно дышать. Ведь есть дыхание грудное, это же, конечно, женский вариант дыхания, и есть дыхание брюшное, это мужской тип дыхания, диафрагмальное дыхание, так называемое. Ведь даже в дыхательных упражнениях, ведь даже в упражнениях гимнастики йогов мы развиваем брюшное дыхание, потому что оно более глубокое, оно способствует улучшению работы внутренних органов, изменяется внутрибрюшное давление, непонятно как, но, наверное, в положительную сторону. И ведь почему тогда, если это не так? Вот нас как бы учили так, что есть брюшное дыхание, а есть грудное дыхание. И вот оно диафрагмальное. Давайте на этот вопрос попробуем ответить с вами вместе, подумать, подумать, поразмышлять. Давайте попробуем с вами поразмышлять, дорогие друзья. Может быть, у нас получится это сделать. Итак, допустим, перед нами два человека. Допустим, Николай и... Николай и Олег. Николай и Олег. И мы им говорим, Николай, Олег, давайте мы с вами проведем такой опыт. Мы с вами давайте выясним, кто прав, как говорят, как правильно дышать. Грудной клеткой или животом. Давайте определим. Давайте, говорят, ребята. Ну давайте, что ли. И Николай у нас, подбросили мы монетку, и значит мы договорились, что Николай у нас будет дышать грудной клеткой, а Олег животом. И нам нужно добиться, чтобы объем дыхательного воздуха у нас был 5 литров. Нормально, 5 литров. 5 литров, все согласны. В течение полгода начинаем тренировки. Итак, проходит время. Николай и Олег приходят через полгода. И оба могут свободно, полноценно сделать вдох-выдох, вдохнуть свежего морозного воздуха, 5 литров, выдохнуть уже испорченного углекислого газа наружу, тоже 5 литров, свободно. Но, Олег, чтобы это сделать, развил подвижность грудной клетки, она у него увеличилась в объеме, увеличилась подвижность грудной клетки, вот эта хрящевая часть ребер, у него, она до этого, она немножко у него плохо двигалась, немножко она даже собиралась у него замениться костной тканью, потому что он ее до этого не использовал. Но он ее снова так вот развил, вот эти вот ребра у него лучше стали двигаться, межребряные промежутки, вот эти суставы тоже задвигались, живот у него втянулся, потому что грудная клетка у него свободно двигается, это не мешает мышцам живота работать при нагрузке косые мышцы живота, прямой мышцы живота хорошо работают, все нормально, спина не болит. В принципе, неплохо живет, купил иномарку в Киев. Теперь Олег, Олег тоже научился дышать, тоже с таким же успехом портит воздух с каждым вдохом, 5 литров свободно, может даже и 6, если поднапрячься. Но Олегу, чтобы это сделать, пришлось развить хорошо свой живот, достаточно хорошо растянуть мышцы живота. То есть, чтобы вместить 6 литров, так как дыхание он использовал с помощью мышц живота, чтобы животом вдохнуть, нужно же иметь большой живот, хороший. И вдох, чтобы туда произвести, нужно очень хорошо напрячься. Но одновременно с этим, через месяца-два после этих занятий начала болеть спина. Начала спина болеть, потому что, ну как бы, живот дышит, мышцы расслабляются во время вдоха. И любой наклон происходит только за счет мышц спины, они перегружаются. А один раз он как бы наклонился, поднял кошку с пола, которая упала и не могла подняться, подскользнулась кошка. Как было и времена. Подскользнулась кошка, он поспешил ей помочь. Он думал, что он так же подвижен, как и до начала тренировок, как и до развития дыхательных упражнений. Но оказалось, что, в общем, уже нет. И в этом положении он как бы, что-то у него хрустнул в спине. Сначала он подумал, что это не у него. Но потом оказалось у него. И, короче говоря, кроме этого, стал у Олега большой живот. Пришлось ему поменять гардероб. Ну, это не важно. Появились боли в грудной клетке. Но, в принципе, дыхание он делает правильно, диафрагмально. Это должно помочь работе внутренних органов. Но почему-то, в общем, иногда появилось недержание мочи. Но это, наверное, с этим не связано. Скорее всего, это из-за чего-то другого. Но, в целом, как бы, это же... То, что большой живот, это же, в принципе, идеал красоты же разный. То есть, вот, например, есть, как бы, допустим, Будда. То есть, у него большой живот. Это же тоже, это культура. Нет живота, грудная клетка двигается. Какая разница, что будет двигаться? Главное, дышать. И в йоге, например, упражнения. Почему? Как бы, есть упражнения йоговские. Вот эти вот различные позы. То есть, для фитнеса это сейчас используется для того, чтобы, допустим, развивать какие-то мышцы. Вот мы стоим в определенной позе, допустим, да? У нас работают мышцы. Изначально, то есть, йога это религиозное направление. И каждая поза, это, ну, как бы, в какой-то степени самоистязание. То есть, это мы сейчас стоим, например, сосредотачиваемся на том, как наши мышцы работают, они напрягаются. Мы стараемся какую-то позу удержать. Но цель этих поз, это, как бы, умертвить. Или немножко, как бы, свою плоть поистязать немного. Для, например, Васлава Шивы. То есть, допустим, я провинился в чем-то. Ну, допустим, подумал о том, чтобы поесть мясо. Мысли такие греховные у меня появились. После этого я должен в позе блука провести пару дней, чтобы искупить свою вину. Или, допустим, можете найти в интернете. Уже в течение, наверное, там, ну, больше 15 лет поднял руку. Тоже во славу какого-то бога, один индус. Вот. И он в течение 15 лет вот так вот руку держит. Ну, она уже, не отпускать, это одна страшная кость. Вот. Ну, это как бы вот. Вот это вот настоящая йога, да? А то, что вы занимаетесь, это просто смешно. То есть, если занимаетесь йогой, занимаетесь йогой по-настоящему. Вы должны, как бы, выбрать себе несколько, там, покровителей. Лучше, там, чтобы шесть рук было, девять голов. Ну, у них большой выбор. И вы должны славить их. Вы должны соблюдать определенные ритуалы. И не просто так, там, ради фитнеса вот это вот все делать. Вы должны уж, как говорится, если йогой занимаетесь, заниматься, идти к истокам, чтобы это все правильно было. Например, там, можно стоять на столбе, да? Это вот, как, допустим, в одних там направлениях саморазвития. В других там носить, допустим, в вериги, самоистязать себя. Или, допустим, вот, по славу Богу, шире простоять на одной ноге в течение, там, недели. Вот это я понимаю. Вот. Вот. Поэтому дышать или нет животом, вы, в общем, решайте сами, что для вас более важно. Мнение божества индийского и его помощи, допустим, в ваших повседневных делах. Надо же ему жертву принести. Вот, принесите ему жертву в виде своего большого живота, надувающегося и постоянной болью в спине. Либо, как говорится, Олег Дурнова не посоветует. Вот. Ну, тут, как вам хочется уже. То есть, выбирайте сами. И, ну, то есть, если, вот остались у вас еще сомнения какие-то, да? Что все-таки именно брюшное дыхание более предпочтительное, чем вот это вот грудное. Потому что, ну, разве грудное можно будет, когда столько везде советовать, что правильно именно брюшное. Соревнования. Любой вид спорта, который требует продолжительной нагрузки. Ну, например, бег. Конечно, из-за того, что брюшное дыхание, оно более полезное, более, как бы, эргономичное, мы видим, что первые места занимают именно спортсмены, у которых наиболее развито именно брюшное дыхание. То есть, конечно же, первыми прибегают самые пузатые спортсмены, которые каждый вдох-выдох делают за счет живота. Плавцы тоже самое, посмотрите. То есть, грудная клетка развита минимально, никакого движения здесь нет. Все используют брюшное дыхание. У всех вот такие вот животы, вот такие вот. И все очень хорошо плывут. Вот. Поэтому, конечно же, брюшное дыхание – это диафрагмальное дыхание. Да? Диафрагмальное дыхание – это, в принципе, каждое дыхание. Диафрагма, если двигаться не будет, дыхания вообще не будет. Вот. Но, как говорится, выбор уже за вами. Наше дело – предложить с Олегом. А вот, кстати, что случилось с… Уже никто не помнит, как его зовут. С Николаем, кажется. Вот это уже совсем другая бесхваление. Спасибо.